Пенсионный возраст и объем индексации выплат сегодня стали предметом острой дискуссии в Госдуме. В рамках правительственного часа с депутатами встретился министр финансов. В позиции Минфина нужны не резкие, но эффективные изменения. Чтобы взвесить все за и против у законодателей еще есть время, предложение изучила наш экономический обозреватель Наталья Семенихина. Министру финансов в Думе редко задают удобные вопросы, ведь денег много не бывает. Но сегодня Антон Силуанов сам начал с того, что нельзя закрывать глаза на проблемы бюджета. Не дальновидно ждать, что нефть будет опять по 100 долларов, и все само собой решится. Нужно искать ресурсы для роста экономики внутри страны. И плавное повышение пенсионного возраста, как для мужчин, так и для женщин, тут, по мнению министра, может помочь. Иначе есть риск провалиться в демографическую яму 90-х. Из-за низкой рождаемости 20-летней давности ряды работающих россиян пополняются не так быстро, как хотелось бы. Если нам ничего не делать в этом направлении, то через несколько лет у нас количество пенсионеров превысит количество работающих населений. Такого не может быть. У нас получается так, что 120 работающих людей дают деньги для того, чтобы содержать 100 пенсионеров. В других странах это соотношение 150-160 работников содержит 100 пенсионеров. Это не может дальше продолжаться, потому что ни один пенсионный фонд это не выдержит. Но даже дело не в этом. Дело в том, что нам нужно ресурсы для экономики, для того, чтобы экономика вперед развивалась. А выход более ранний на пенсию, в наш взгляд, не будет способствовать в дальнейшем решению этой задачи. Повышение пенсионного возраста, полагает Силуанов, спасет в конечном итоге российские предприятия от повышения налоговой нагрузки. Через три года запланирован рост отчислений в пенсионный фонд, чтобы в его финансах не было провалов. Но можно проценты не менять, если пенсионеры повзрослеют. В Минфине полагают, что нынешние женщины в свои 55 активны и часто на пике карьеры. Врачи и учителя первые в этом списке, равно как мужчины в 60. Вот только эти доводы пока не убеждают социальный блок правительства. От публичных комментариев там воздерживаются. Но позиция известна. Поднять пенсионный возраст только для госчиновников. Дискуссия продолжается, пока ничья. И депутаты в этой дискуссии тоже активные участники. Им принимать бюджет. Но, похоже, Минфину не так просто найти поддержку в Думе. Мы категорически против такого предложения. Такое решение, как повышение пенсионного возраста, делается не для того, чтобы сбалансировать бюджет на этот год. Не для того, чтобы у Министерства финансов сошлись те или другие цифры. Это делается в результате консенсуса, существующего в обществе, широкого обсуждения, принятия решений с учетом мнения профсоюзов, объединения работодателей, исходя из необходимости управления трудовыми ресурсами. Говорить о повышении пенсионного возраста – это проще всего. Надо думать правительству о другом. Я говорю прежде всего о финансово-экономическом блоке, о том, чтобы менять нашу экономическую политику, с тем, чтобы уходить от сырьевой экономики, а сделать Россию экономикой инновационного типа, производящего типа. Впрочем, и по поводу нынешних пенсионеров Минфину приходится отстаивать свою позицию. Вопрос, насколько в будущем году проиндексируют пенсии, также разделил правительство. По закону надо бы на уровень инфляции, на 12,2% получается на сей раз. Но если посчитать деньги пенсионного фонда, а у министра финансов есть такая возможность, то из своих доходов это ведомство может добавить каждому пенсионеру лишь 2%. Остальное придется выплатить из госбюджета, а это почти 800 миллиардов рублей, на которые придется ужать другие расходы. Мы предлагаем для того, чтобы уложиться в основные наши параметры бюджета, с тем, чтобы не допустить ее разбалансированности, с тем, чтобы найти расходы на стимулирование роста экономики, проиндексировать пенсии, но более низкими темпами, чем это предусматривается законодательством. Экономически обоснована эта индексация пенсии на уровень 4%. Окончательное решение, что такое 4%, целевой уровень инфляции. Если мы будем идти индексировать наши социальные расходы на целевой уровень инфляции, уверен, что инфляция через 2-3 года максимум достигнет этого показателя, что благоприятно в конце концов скажется и на пенсионерах, и на инвестиционном климате. Депутаты все внимательно выслушали, но с министром не согласились. Мы считаем, что у нас есть все основания для того, чтобы индексировать в соответствии с инфляцией пенсию. Ведь мы также углеводородное сырье продаем по 3200 рублей. Мы ведь не в долларах платим сегодня пенсии и заработные платы. Впрочем, на межправительственные консультации и согласование в Думе статей бюджета 2016 у Минфина еще есть пара недель. И, возможно, в закрытых дискуссиях аргументы ведомства прозвучат убедительнее. Пока же вопрос и о повышении пенсионного возраста, и о понижении процента индексации пенсии открыты.